итак тема проповеди будет называться цени то что имеешь именно цени знаете многие потеряли своих любимых людей потому что не ценили сколько я знаю людей которые в молодости встречались любили безумно любили но почему-то не не ценили ценили свой эгоизм больше и потеряли а потом жалеют вспоминают да сейчас тоже есть но не то понимаете есть очень много того что мы потеряли и оценили намного позже но к чему призывает нас бог быть мудрыми а мудрый написано благоразумный да видит беду и укрывается мудрость в том чтобы видеть наперед свой поступок если я вот сейчас сделаю так если я сейчас оскорблю свою жену что я впоследствии пожну если я сейчас поссорюсь с человеком выкину его из своей жизни что будет со мной потом есть очень много вещей которые мы жалеем что мы не ценили их здоровье не ценили отношения не ценили церковь не ценили одна сестра говорит что там в эту церковь ходить я говорю лучше в бар ходить да я говорю даже если там бога нет принеси бога начни молиться и скажи бог я не уйду отсюда хоть что делай знаете как анна которая хотела иметь ребенка она пришла в храм что она делала у нее не было дайте такого как сказать интеллигентного подхода к богу она просто ревела 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 ее состояние напоминала состояние пьяной женщины и священник или подошел говорит женщина ты чё пьяная в храме здесь делаешь она я не пьяная я бездетная и он играет идея через год будет у тебя ребенок бог услышал твою молитву мы знаем что это родился великий человек потом который весь народ привел к богу покаянию народ жил в блуде в блудодеянии духовном они служили идолом и самуил который родился он привел весь народ он помазал царя то есть он был великим человеком знаете есть такое выражение имеем не ценим теряем жалеем оно действительно правильно но сегодня сегодня господь нас может предотвратить наши потери наши потери иногда люди знаете в каком-то вспыльчивости делают неправильно опрометчивые решения и потом на всю жизнь жалеют но господь сегодня тебе говорит то что произошло вчера то что произошло несколько лет назад это все в прошлом ты идешь вперед дальше твоя жизнь начинается знаете господу очень много труда стоило чтобы с нами начать общаться он через разные ситуации обращался к нам жизни вы что думаете мы понимали что это господь с нами хочет общаться мы не понимали он спасал нас предотвращал какие-то катастрофы беду какую-то он тем самым показывал что хочет быть с нами понимали ли мы нет только потом и знаете и постепенно вот эта молитва покаяния когда человек пришел к богу и знаете бог он все это ценит но он хочет развивать дальше и вот я действительно не могу понять тех людей которые прошли этот сложный процесс скажем так атеизма богохульского как в одном театре христианского знаете и перешли в веру в бога пусть она не такая там обширна но она вера и потом взяли и все потеряли все протратили друзья давайте будем ценить тем что мы приобрели с иисусом давайте я сегодня акцент буду ставить на это конечно я затрагиваю и моменты разные сферы кто-то не ценит свои доходы финансы разбрасывается и потом ничего не имеет мог бы вложить куда-то мог бы помочь а просто растратил на ерунду на вещи которые тебе не нужны есть 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 о всем нам есть о чем подумать и вспомнить то о чем мы жалеем но самое сегодня ударение я хочу ставить на то на жизнь с богом бог проделал сложнейшую работу я точно знаю о чем я говорю в моей жизни бог проделал сложнейшую работу чтобы поработать с моим разумом чтобы я начал хоть чуть-чуть не то что там прям на на одной на короткой ноге с богом и мы хорошо понимаем друг друга мы такие собеседники нет конечно же мы в развитии но ты уже начинаешь понимать его волю ты понимаешь что для тебя хорошо и то что для тебя плохо и вот бог проделав эту сложную работу в моей жизни я не собираюсь ее выкидывать из моей жизни ты произвел такой большой труд ты проделал такой труд и стоким пожертвовал неужели ты теперь эту веру вот это твой духовно духовный опыт свой духовно хождение с богом променяешь на что-то променяешь на что-то мирское кратковременно греховно не меняй не обменивай знаете что бывают такие обстоятельства у людей когда человек человеку срочно нужно вот у него нужда и он берет что-то в доме находит драгоценное идет это берет и по дешевке просто отдает в ломбард типа потом выкуплю и знаешь что он уже знает что никогда не выкупит первый раз он еще верит что он выкупит это через три дня там и знаете что возможно то что ты взял это не твое это может быть твоих родителей которые это ценили как-то зарабатывали но ты взял это и по дешевке потому что у тебя сейчас нужда и ты взял дорогое что-то дорогое что-то может быть фамильное и ты просто отдал за бесценок я понимаю там еще ты какую-то огромную сумму получил и то это это не нормально но ты за бесценок идешь и отдаешь и вы знаете это очень перекликается с тем с тем что как поступают люди послушайте дорогие друзья хватит мир наполнен людьми отступившими от бога как бы еще тлеющими еще они не в аду но они уже как будто их уже это напрягает их уже это скучно это уже какая-то просто телега жизнь с богом это какой-то груз телега хочется жить веселиться и развиваться и вот это жизнь с богом для них стала телега но когда он уверовал для него это была радость для него это было на первом месте он ликовал и летал послушайте то что бог проделал большую работу сложную работу с многих людей посылал нашу жизнь я знаю что за меня молились родители молились сестры родные там молились там братья и сестры верующие их ночью поднимали в библейской школе говорили надо молиться за витю потому что увидите проблемы и потом когда я приезжал вдруг встречался и я дайте посмотреть на него кто это за кого нас там ночью кстати спать хочется тебя поднимать давайте быстро молиться и вы знаете бог проделывает 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 сложную работу ты чем-то жертвуешь друзья над тобой может быть как-то не понимаете а может кто-то посмеялся над тобой и ты потом берешь все это и просто выбрасываешь продаешь с бесценок не стоит не стоит стоит ценить тем что ты имеешь а почему многие так люди делают почему они свою духовную жизнь например могут легко церковь сменить могут легко например любимого человека продать там или знаете дружбу с кем-то ну там человек стал там каким-то может у него период такой как бы сказать и период период ежика ему он он все так он знаете колет тебя идти неприятно с ним просто общаться и думаешь да ну я не буду с ним общаться послушай ты же не знаешь что он проходит ты же не знаешь какие процессы у него внутри ты же не знаешь может быть он сейчас разочарован может у него переходный возраст вообще и ты берешь и бросаешь его мужчин же тоже после 40 есть разные переходы бог призывает нас быть мудрыми а мудрый видит наперед когда ты что-то при как принимаешь какое-то решение тебе бы лучше увидеть что произойдет и бог дает нам это понимание и дает нам это видение вот ты сейчас можешь посмотреть на свою жизнь если ты поступишь вот так в дальнейшем что произойдет тебя господь покажет если ты не прав будешь в господь тебе покажет разруха покажет твою одиночество покажет твою сухость и нежелание вообще ты будешь просто как жить человеком в депрессии как бы загнанный куда-то но просто так люди туда не приходят просто так люди не приходят плохое состояние и соответственно просто так люди не приходят в счастливое состояние. То есть мы принимаем какие-то решения, и на основании этих решений мы потом пожинаем плоды. Когда Давид, мальчик, юноша, который в будущем стал царем, он пришел на поле боя, ему сказали, знаете, что сказали? Чего ты оставил в своем маленьком стадо? Пришел сюда. А-а-а, ты пришел посмотреть на сражение? А молодым-то всегда хочется, понимаете, посмотреть спарринги разные, там, войну и так далее. Им же туда не попасть, а предлог хороший – отнести покушать братьям. И ему, знаете, укололи, братьевы укололи. На кого ты оставил свое маленькое стадо? Маленькое стадо. А он был послушан на цу. Знаете, Давид пас маленькое стадо. Вот эти псалмы, 22-й псалом, да, это он написал прежде, чем он стал царем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Знаете, он стоял тогда в навозе, например, там, в каком-то, в глине, в какой-то босиком, в каком-то, там, непонятном, там, одеянии, понимаете, ничего не имеющий, ни денег, ничего, ни влияния, ни никакого авторитета эфемирного. Он просто вот стоял и прославлял Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он ценил то, что отец ему дал задание. Вот паси маленькое стадо, паси его, чтобы они были накормлены, и чтобы защити их от волков. И знаете что? Братья подчеркнули. Маленькое стадо. У него не было стада, как у Авраама или как у Иова. Три тысячи там голов. Пять тысяч голов этих. Было маленькое стадо, и Давид, он научился ценить то, что он имел. Как вы думаете, почему Бог впоследствии поставил его над своим стадом? Он доверил ему. Бог не доверяет тем, кого он не проверил. Иногда мы говорим, Бог, почему мне вот ничего такого великого не доверяют? Потому что ты не проверен. Ты не проверен. Как ты относился к маленькому, что ты имел в виду? Мы же маленькое все не хотим. Даже маленькие дети. Говоришь, маленькие. А он говорит, я не маленький, я большой. Комплекс. Поэтому мы, если что-то маленькое имеем, маленькую зарплату, мы не хотим даже афишировать. Или маленькую машинку такую, которую ставим, знаете, за три улицы, там куда-нибудь. Нам стыдно. Все маленькое, это нас... Да не стесняйся. У Иисуса, когда он прожил свою жизнь на земле и уходил с земли, осталось всего 12 учеников. И вот давайте посмотрим, что с ними произошло. Один повесился. И все разбежались. И под крестом, когда Иисус умирает, он хочет видеть плоды своего служения. И стоит только один ученик. Иоанн. Учитель. Ты такой был великий. Где твой успех? Где толпы? Где? Если мы стесняемся чего-то маленького, то мы никогда не придем к большому. Когда мы не ценим маленькое, мы не ценим тех людей, может быть. Мы не ценим то начало, которое у нас есть с Богом. Мы хотим чего-то великого. Но цени то маленькое, то, что ты имеешь. Общение с Господом. Вот ты имеешь каждодневное общение с Господом. Цени это. Охраняй это. Сражайся за этим. Если кто-то пытается изменить твой распорядок дня и влезть туда, сразу говори, что это святое. Я туда никого не пускаю. Никого это означает никого. Туда никто не заходит. Никто это означает никто. Жена такая, ну я-то из-за меня не являюсь никого. Нет, и ты не заходишь туда. Ни дети туда не заходят. Мать этого, Джон Весли, он был, по-моему, восьмым ребенком в семье. Представьте, женщина, у которой восемь детей. Нет ни стиральных машинок. Нет ничего, ни магазинов, ни супермаркетов. Ей нужно все вручную делать дома. Стирать, готовить, убирать. Смотреть за всеми. Представьте, она днем закрывалась на один час и молилась. Ну и теперь наши извинения, что мы не делаем. Почему? Смешно даже. Библия наполнена людьми, которые ценили то, что имели. И также теми, которые пренебрегли то, что имели. Знаете, что Иуда Искариот, он все-таки был избранный апостол. Он был избран быть в двенадцатке Иисуса Христа. В самой гуще. Он слышал то, что не могли слышать другие. Иисус изъяснял своим то, что не изъяснял народу. То есть он был, он мог иметь, он мог сейчас на небесах сидеть, там, где сидят двенадцать этих апостолов, на тронах. Он мог бы занимать этот трон, но он сейчас в аду. Почему? Он не ценил Иисуса. Послушайте, так легко продать, так легко пойти и обменять ради короткого удовольствия, кратковременного. Потому что у него жили свои желания греховные. И он хотел их исполнять. Библия говорит, что он был вор. Что он очень любил деньги. И это сгубило и убило его. Это убило его не просто, он поболел там и вот все-таки как-то перешел в небо. Нет, он пошел в ад. Он самоубийством закончил жизнь. Разве Иисус его не любил? Любил. Разве Иисус к нему относился плохо? Нет. Но почему же он выбрал такую жизнь? Потому что он не смотрел в свое будущее. Посмотри в свое будущее. Посмотри, дорогой человек. Знаете, что делает дух этого мира? Дьявол. Он людям закрывает глаза. Они не могут свое будущее увидеть. Они видят другое будущее, прекрасное. Заработаю много денег, стану богатым, буду жить хорошо. Со мной будут считаться. Я буду кем-то. И смотришь, человек все оставил, умер, сгнил. Приходишь в морг и еле узнаешь его. Потому что от него ничего не осталось. И он уходит навсегда в ад. Но есть люди, которые решили, что я сделал однажды. Я отдал свое сердце Иисусу. Я впустил туда Иисуса. Я это никому не отдам. Не потому, что я там боюсь в ад пойти. Потому что это смысл моей жизни. Это цель моей жизни. Это моя самая большая ценность. Это я не променяю. Послушайте, политический строй может измениться. Финансы не то, что могут измениться. Они постоянно меняются. Обесцениваются деньги. Смотришь, как все это идет раз в 10 лет или в 20. Смотришь, что сменяются деньги. Были одни, стали другие. Потом стали третьи. И сейчас ты уже не понимаешь, какие деньги станут. Цифровыми и полностью криптовалютой какой-нибудь. Которую вообще люди не понимают. Все меняется в этом мире. Но держи. Сохраняй то, что у тебя произошло с Иисусом. Вот твое начало с Иисусом. Сохраняй. Он проделал великую работу. Ты проделал тоже великий труд. Ты старался быть верующим. Послушай. То, что ты сегодня верующий. То, что ты сегодня здоровый. Это не означает, что так будет завтра. Если ты принял решение быть с Иисусом, несмотря ни на что. Тогда ты будешь завтра. Ты будешь процветающим. Но поймите, что мы идем за тенденциями. Вот туда народ пошел, я туда иду. Ты зачем прививку сделал? Все делают. Одного человека спросили. Ты зачем делаешь? Ты знаешь, что туда входит? Он говорит, а как простой человек может знать, что туда входит? А зачем ты сделал? А мое все окружение сделал, и я тоже сделал. Нам учительница говорила. Хулиганили в школе. Она говорила нам. А если он в колодец головой прыгнет, ты тоже прыгнешь, что ли, за ним? Почему ты сделал? А он сделал. А если он в колодец прыгнет или в окно, ты тоже за ним прыгнешь? То есть мы должны понимать, что нам нужна своя голова. А лучше, если в моей голове сам Бог, его мысли, его законы, тогда моя жизнь, понимаете, она будет охранной, под охранной. Написано, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Живущий, это означает прописанный там. А если этот человек там не прописан? А если он не живет там, а иногда в гости заходит? Что тогда? Может ли он смело говорить заразам, вирусам, стрелее летящим днем, что ты в меня не долетишь или пролетишь мимо меня? Зараза опустошающая в полной. Не приблизится к жилищу моему. Можешь ли ты смело говорить это, когда вокруг тебя начнут умирать люди? Сейчас только болеют. Следующий этап, это будут умирать. Потому что дьявол никогда не остановится. Никогда. Его судьба решена. Его ждет вечное озеро огня. Он знает, что он будет мучиться. Он знает, что он осужден. Терять ему нечего. А вот тебе есть чего. Последнее, что я хотел бы сказать. По-разному бывает у человека остывает сердце. Температура остывает. Ты уже не горишь для Бога. По разным причинам. Всегда в этой причине виноват только человек. Только ты. Послушайте. Если есть отступники, которые обвиняют других людей. Меня пастор обидел. Я ушел из церкви, потому что меня там не любили. Нет. 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 Только ты виноват в этом. Только ты виноват в том, что ты ушел от Бога. Потому что с Богом тебя не может разлучить ничего. Он тебя любит. Ты его любишь. Никто не виноват. Ты виноват. Дьявол будет использовать одного другого, чтобы тебя увести. Но ты принимаешь решение. И вот послушайте, когда блудный сын ушел из дома, молодой парень, написано, что он жил распутно. Знаете, что такое жить распутно? Он большие деньги отдавал за девушек. За вот эту красоту, за наслаждение. Он жил, пил, не поймите, там пивко какое-то, сам пей пивко свое. Он лучше и вина пил. Он веселился каждый день блистательно. Он прожил все. Вы знаете, что отец его зарабатывал это. Но он, получив наследство, в котором он не участвовал, он никак ничего пальца о палец не сделал. Он все это растратил. Вот так легко бывает. Знаете, когда мы ни в чем не участвовали, легко отдаем то, что мы имеем. И написано сразу после этого, что настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. Знаете, ощущение такое, что экономика того города зависела от его кармана. Вот сразу вот, как он прожил все деньги, написано в той стране, стал голод. Великий голод. Возможно, этот голод скоро придет на землю. А как Богу позвать к себе людей? Как? Им некогда. У них есть другие дела, приоритеты. А когда наводнение, может быть, тогда и приплывут к Богу. А как же еще? Если бы не было смерти. Знаете, мы иногда думаем, вы не трогайте человека. Пусть он сам придет к Богу, хорошо. Но его смерть под ручку приведет. Написано, что он был голоден смертельно. Написано, что он сам о себе говорил, я умираю от голода. Пойду поэтому в церковь. Пойду к Богу. Умираю от голода. Если бы до этого кондиционного не дошел, он бы так и не пришел к Богу. Он не ценил то, что он имеет дома отца, здорового отца. Он не ценил то, что он имеет брата. Он не ценил то, что он хорошо живет и его любят. Что-то его не устраивало дома. И он ушел из дома. И написано, он стал нуждаться. Он стал бомжом. Он стал голодным, нищим, никому не нужным. Он потом искал работу. Тот, который тратил налево-направо, искал работу. И ему никто еще и не платил деньги за эту работу. И вы знаете, что он вспомнил тогда. Есть отец, но я уже ни на что не рассчитываю. Я просто пойду, чтобы с голоду не умереть. Он мне точно даст хлеба хотя бы как рабу. Я буду работать теперь на него. Стоит тебе доходить до такого состояния? Стоит тебе доходить до состояния, где ты потеряешь здоровье? Где ты потеряешь любимых людей? Нет. Сегодня цени то, что ты имеешь. Цени. Цени Иисуса. Это самое большое богатство. Вы увидите, как вам будут завидовать миллиардеры. Мультитриллионеры. Сейчас есть люди, которые в будущем, лет через 10, уже планируют триллионерами стать на земле. Миллиарды им уже это мало. Они уже метят в триллион. И они идут четко к этой цели. Четко. Еще немного. Лет 10. И они дойдут до этой цели. И они, возможно, будут завидовать вам, что вы имели Христа, которого они однажды убрали из своей жизни. Продали в своей жизни. Обменяли на безделушку и на дешевку. Дорогой брат и сестра, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Иисус знает. Поэтому будь с Иисусом. Когда ты с Иисусом, тебе не страшно ничего. Тебе не страшно ничего. Я прошу тебя, дорогой друг, цени то, что ты имеешь сегодня. Если ты не ценишь, ты покажи. Попроси, чтобы Господь показал тебе. Как я уже говорил, один брат задумался и говорит такой. Ну, неужели все прям в моей жизни зависит от Бога? Неужели я вот ничего, реально ничего не могу без Бога? И он как-то вот так даже Богу сказал. Ну, Бог, ну вот покажи мне, что вот я реально без тебя вот я ничего не могу. Я же сам все делаю. Вот без тебя я типа не могу. И приходит на остановку и ждет автобус свой. И в этот момент он понимает. Он не знает, на каком автобусе ехать. Он просто не знает. Вот номера приходят, один номер, другой. А он не знает, на каком ехать. И так длилось, сколько-то времени. Он просто не знал. Представляете, когда мы идем на остановку, у нас такого быть не можешь, чтобы мы забыли номер транспорта. Да мы четко знаем и этот, и этот, и все. А здесь мы идем. Он приходит. И он не может вспомнить. Он не может вспомнить. И Бог ему просто легко показал. А послушай, вот как бывает. Ты только что говорил, что ты все сам можешь, но не знаешь, на какой автобус садиться. И потом Бог ему снова включил. И он такой, о, этот же идет. Понимаете? Зачем нам доходить до того, чтобы все перепробовать? Не надо вам все пробовать. Соломон все пробовал. А вы верьте ему. И он сказал, что все суета и томление духа, все удовольствия заканчиваются пустотой, разочарованием, пустотой. Не надо вам того, другого и третьего. Вам нужен Бог. И вот бойтесь потерять его. Бойтесь потерять веру в Бога. Бойтесь потерять то маленькое, что у вас есть. Вот это духовное начало. Берегите это. Сохраняйте это. И Бог это приумножит и увеличит. Главное, вы сохраните этот росточек. Когда человек садит, он такой нежный, он зелененький, он такой нежный. Он даже от ветра может поломаться. Поэтому мы защищаем. Палочки всякие вставляем, там, укрепляем. Так же и вы. Не отдавайте никому. Ни с кем не спорьте. Не лезьте никуда, если вас втягивают во что-то. От вас хотят отобрать. Что-то хотят у вас украсть. То, что, то ценное. То, чего вы не осознаете. Вот просто попросите, чтобы Дух Святой показал вам, насколько эта ценность, Иисус в вас, является самой большой в вашей жизни. Вы думаете, да, Иисус, Иисус родился в моем сердце. Но у меня есть ценности побольше. Нет, поймите, это самая большая ценность. Все остальное, я вам скажу, это мусор. Это мусор. Мусор. Все. Все тленное. Все на земле тленное. И только Иисус, Он вечный. И Он вас. Не променивайте Его. Не отдавайте Его. Если вы это сделали, возвратитесь. У Него есть милость. Может быть, вы не сможете приобрести то, что было раньше. У вас начнется что-то новое. Переосознанное. Но не оставляйте Иисуса. И над вами будут смеяться. Вы нормальный человек. Скоро можете стать ненормальным для общества. Потому что вы не в противогазе. И вы не уколоты. И вас будут крутить у виска. И говорить. Вам не надо никому ничего доказывать. Вы с Иисусом. И этого достаточно. Давайте сейчас помолимся. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...